Что бы получилось, если Mirror's Edge из бетонных джунглей с переливающимися на солнце небоскребами переносли в жанр сказочного фэнтези с летающими каменными платформами и восточными антуражами? Об этом мы узнаем, поиграв в Dawn World — это экшен-платформер от первого лица с элементами паркура, представляющие из себя малобюджетную инди-разработку, но при этом достаточно качественную. Главный персонаж просыпается в постапокалиптическом мире, где по сюжету человечество погибло в войне, оставив после себя многочисленные руины со странными эзотерическими технологиями. Герою предстоит узнать, что произошло, разгадав тайны исчезнувшей цивилизации. Несмотря на то, что эта игра создавалась небольшой инди-командой, она имеет качество не хуже некоторых среднебюджетных разработок. Dawn World сделана на движке Unreal и выглядит достаточно симпатично. Помимо визуальной мощи, картинка хорошо проработана игровыми дизайнерами и доведена до приятного вида. Здесь вы бегаете в открытом мире и можете возвращаться практически в любую точку. В игре есть множество различных локаций и иногда можно запутаться на таких широких пространствах. Но окончательно вы не заблудитесь, потому что на компасе всегда есть указатели выходов или чекпоинты, которые будут помогать вам в продвижении по сюжету. Занятия виртуальным паркуром разнообразят новые способности, приобретающиеся в процессе прохождения. Это будет и создание произвольных точек возврата, прыжки в воздухе, притяжение к определенным точкам и тому подобное. В игре также есть враги и множество вещей, которые предстоит собирать. Противники, впрочем, не отличаются большим разнообразием, но возможно, здесь этого и не требуется. Один из основных моментов это, конечно же, управление, ведь экшен с паркуром достаточно критичен к этому параметру, и управление здесь оптимизировано на отлично. Движения отзывчивые, контроль всей акробатики достаточно легкий. Приятно видеть, что разработчики адекватно проработали этот важный момент. Имеется даже поддержка геймпадов от Xbox, что также не может не радовать. В целом, игру смело можно рекомендовать любителям Mirror's Edge, а учитывая ее смешную цену, по которой она сейчас продается, вряд ли кто-нибудь будет жалеть о ее приобретении. Продолжение следует... Продолжение следует...